Сейчас мы посмотрим, как страдающая из-за неправильного питания, из-за стресса, из-за гиподинамии печень влияет на дыхание, на грудо-брюшную диафрагму и к чему это все приводит. Посмотрите, как двигается диафрагма, когда мы дышим. Она расширяется, растягивается. Печень к диафрагме крепится серповидной и венечной связками. И если в печени проблем нет, то движения диафрагмы свободные, ровные, гармоничные. Если же печени плохо из-за неправильного питания, жирное, жареное, копченое, вредные напитки, алкоголь, стрессовые состояния, если вы злитесь, гневаетесь, ведете малоподвижный образ жизни, ухудшается отток желчи, печень становится тяжелой, увеличивается в размерах, ограничивается из-за этого движение диафрагмы. Из-за отсутствия массажного действия диафрагмы ограничивается функциональность легких кишечника, повышается мышечный тонус области поясницы, грудной клетки плечевого пояса, появляется сутулость и искривление позвоночника. Из-за застоя желчи ухудшается пищеварение, нарушается стул.